Мужчина как бы известна чем, что у нее много есть, должно быть много качеств, которые отличаются. То есть, как бы, доброй, нежной, неагрессивной, быть красивой, особенно образом одеваться, быть скромной, быть хозяйственной. Это все признаки женственности, которые женщина отличает от мужчины. Быть неконфликтной, ну вот мы как бы все знаем, что идеальная женщина такая домохозяйка, которая заботится о своей семье, о своем муже, о детях, которые интересы не выходят за пределы этой семьи. Ну, для мужчин почему-то наоборот, считается, что семья это дело второстепенное, и это как бы должно мотивировать женщин еще более охотиться за мужчинами. Ну вот идеала такого не бывает, чтобы женщина радствовала всем этим качествам. Все равно что-то будет не так. Вот, допустим, хорошая хозяйка, она может быть иногда злой, а девушка, допустим, красивая, которая и одевается женственно, и красится, она может проявлять способности к техническим наукам, которые тоже у нас женственными не считаются, и даже демонстрировать их до тех пор, пока ее окружение, ее не сподведет на истинный путь, будь замужем, в поисках жениха. Ну вот, такая вот ситуация у нас сейчас есть, то есть так все люди размножаются, это, в принципе, общепринятые вещи. Ну, мы посмотрим немножко, как это было в истории, как это развивалось. Я сейчас приведу о нескольких интересных фактах исторических, мы читаем их. В ходе XVII века считалось, что женщины не способны к длительной монотонной работе, требующей усидчивости и высокой концентрации внимания. Из этих соображений в 1612 году пражские чулочники громогласно заявляли, что никогда у них не будет работать ни одна женщина, потому что женщины не справятся с столь трудовым процессом, как вязание. Вот так вот считали в XVII веке. Или, к примеру, слезы. Как это непарадоксально звучит, но раньше они считались признаком мужественности. Привели многие герои, настоящие и мифические. Геракл, Биабульф, средневековые рыцари, самураи. Орошали мужественными слезами землю, вытирали их суровой металлической кольчугой, слаженный глаз и при этом вершили ведетики к побеги. А сейчас слезы стали неотъемлемым признаком женственности. Вот так вот и сделалась наша природа, можно сказать. А теперь о розовом и голубом цвете. Ни для кого не секрет, что раньше, с 1918 по примерно 1940 год, пораньше, но все равно. Розовый считался мальчиковым цветом, а голубой – девочковым. А до этого момента люди не делили цвета на женские и мужские. По одной из версий, розовый символизировал кровь на белой церкви рубашки, пробуждал мужественность с пеленок. А голубой – нежный и мягкий, проросходно подходим к девочкам. Но потом что-то сломалось, и отныне кровь на белой церкви рубашки пробуждает исключительно женственность. Вот так. Далее символ женственности – магический кусок ткани, благодаря которому циркулирует плотным потоком энергии, который помогает вернуть мир и гармонию в семью, благотворно влияет на здоровье своего обладателя, пробуждает у него покорность и смирение. Это великая, могучая юбка. Вот можно и убить. Но так уж вышло, что раньше юбки носили все – мужчины и женщины. Тогда всякие там разнополые энергии, видимо, еще не циркулировали. Потом юбка эволюционировала в шаровары, потом в долюки. Но некоторые мужчины носят юбки до сих пор в принципе. Это еще не все примеры, несвозможные. Каблуки. Самые первые появились аж 4000 лет до нашей эры, то есть 6000 лет назад, и гидкие пользовались спросом у землетавших, вне зависимости от пола. Представляли из себя платформу с вырезом в форме арки. В 1189-1199 годах появляется обувь с каблуком для того, чтобы нога не выскальзывала из стремени. И вот только уже ближе к 18 веку каблук стал женской, частью женской обуви. Получается вот так вот. Дальше. Длинные волосы. Бытует поверье, что они всегда были символом женственности и красоты. Короткие символы мужественности. Только это всегда периодически меняется под действием моды. Последний пик моды на длинные волосы у мужчин и у женщин приходится на 18 век. Тогда же широкое распространение получили паритки. А в древнем Египте волосы подрезали и брили абсолютно все жители. А сейчас кое-кде в Африке женщины носят круто-короткие прически, а мужчины наоборот отращивают. Хотя не африканский мужчина, но все равно. Ну и женщины иногда у нас тоже носят короткие прически. Вот. То есть внешние признаки женственности и мужественности, они с течением истории менялись много раз, были разными. Но есть более внутренние признаки моральные, которые не менялись. Для женщин это получается, для мужчин сначала скажу, это получается, мужчина должен быть сильным, смелым, верным своему слову, отвечать за базар. И плюс еще умным, добрым, честным, сексуальным. Вот примерно признаки мужественности. Женщина же наоборот должна быть конкретной, покорной, должна быть скромной, вот. Мягкой, доброй, сдержанной. Если бы подумать, а чем плохо женщине иметь такие мужские качества, как и силу, или честность, или смелость, то как-то вот странно, но считается они второстепенным для женщины. А для мужчин иметь женские качества вообще как-то неприлично, вроде так вот. Вот эти вот моральные качества. Вот так вот и считается. И если подумать о том, как эти качества характеризуют человека, то без всякой романтики, без такого всего, то получается, что быть мужчиной означает командовать, а быть женщиной означает подчиняться. И все мужские качества, они качества нужны для командира, начальника. А женские у нас культивируются для таких качеств, которые нужны для хорошего подчиненного. Вот так вот у нас все есть. И действительно, если посмотреть на дополнительные женские качества, например, хозяйственность, это умение обслуживать в другом бытовом плане, то есть готовить, стирать, прибирать. Женщина на самом деле не хозяйка, а служанка. И так учат девочек с детства. А мальчиков на то не учат. Они точно знают, что кто-то за них все сделает. Вот так складываются потом семейные пазлы, что хозяин и служанка. Если взять одежду, то она у всех времена была разной. Но всегда женская одежда отличалась от мужской. В разных культурах, в разное время. Зачем это было сделано? Для того, чтобы отличать хозяина от служанки, опять же. Потому что вот разговаривать с человеком, и непонятно, то ли этот человек полноценный человек, личность, то ли он приложение к человеку, то есть женщина. Вот чтобы сразу было видно, поэтому одежда отличалась всегда. Ну и теперь, как сложилось, что так получилось у нас в истории, что есть разные качества, которые надо воспитывать обязательно. То есть сами они врожденными не являются. Которые воспитываются именно с детства, и которым влияют на всю нашу жизнь. Ну вот немножко из исторической теории такой расскажу. Что выгодно это, конечно, прежде всего мужчинам. Потому что это их обслуживают, для них наряжаются, для них притворяются слабыми и глупыми, чтобы они могли почувствовать себя сильными и умными. А женщинам это вот как-то не особо выгодно. Вот. Сложилось это еще в давней истории. Есть одно серьезное различие между мужчинами и женщинами, которые так просто не уберешь, и вообще в принципе не уберешь, что женщины могут рожать детей. А мужчины не могут. И это означает, что женщина в определенный период своей жизни, она беспомощная, и она нуждается в чьей-то поддержке. Это период беременности, пока ребенок маленький. Вот. Ну, логично предположить, что когда образовалась семья, то функции поддержки выполнял мужчина. И, видимо, именно в этот момент и начали злоупотребление мужчинами своей силой. То есть они оставались сильными, когда женщина была слабой, и они начали немножко это дело, злоупотреблять этим делом. Вот. Иногда злоупотребление, видимо, сильно. Но, конечно, женщина, воспитанная свободной, и с чувством собственного достоинства, она такого позволять не будет. Поэтому постепенно, видимо, так сложилось в обществе, что начали воспитывать девочек изначально, как служанок, как второстепенный пол, вот, которые должны только обслуживать мужчину. Потому что они слабы, потому что они лупы, потому что они ничего сами без мужчин не могут. Это культивировалось, получается, много тысяч лет. Это девочек так воспитывали с детства. И сейчас это считается как бы, ну вот, но по умолчанию так оно и есть. Вот. Несмотря на то, что есть практические примеры, их много, что женщина спокойно выживает одна без мужчины. Но про таких женщин говорят, что это потому, что она страшная, потому что мужик сам таких боится, сильных женщин от нее сбежит. Вот. Она на самом деле несчастна, потому что она не может выполнить свое предназначение. И очень сложно такой женщине потом доказать, что на самом деле она счастлива, если вдруг она захочет это доказать. Вот. Ну и поскольку вот модель такая в обществе закрепилась, то закрепилась она и не только в семье, но и в законах. И получается, что женщины не имели права ни на образование, ни на собственную карьеру, ни на какую-то самостоятельность. И все, что им оставалось делать, это соответствовать вот этим признакам женственности, таким как покорность и миролюбие, и умение обслуживать. И вот так вот. И для них считалось счастьем найти себе хорошего покровителя. То есть главное выйти замуж. Оно пошло именно оттуда. Вот. И действительно долгое время выхода не было. Ну, примерно 200 лет назад ситуация начала меняться. Появились именистки. Немножко-немножко они начали отвоевывать женские. И про вам. Это 150-100 лет назад женщины смогли получать образование. Согли на практике доказать, что они на самом деле не глубее мужчин, но и полнее. Что вполне могут работать и добиваться успехов. В любой общественной деятельности, не только в семье. Вот. То есть ситуация меняется, но тем не менее остается вот это вот, то, что по умолчанию. То, что культурный пласт, он есть в литературе, в искусстве. Он постоянно всплывает. И постоянно. Иногда вот раз, и женщина останавливается и думает, ну, я же должна быть другой, я же должна быть слабой. И мужчина, конечно, с удовольствием это дело поддерживает. Я вас хочу прочитать стихи, которые, наверное, все знают. Вот. Я еще раз прочитаю. Это стих, который написан на эту тему мужчиной. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда тебе я подарю чудо запросто. Тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь, кустое, зловещее и спасу тебе. Это будет сердцем веренном, не сердцем веренном. Но ведь ты же сильнее меня, сильнее и увереннее. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свиста пурки, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплачешь, не застонешь, если захочешь. Станешь плавной, станешь ветренной, если захочешь. Мне с тобой я такой уверенный, трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу рабея. Помоги мне в себя поверить, стань слабее. И ответ женщины на эти стихи, анонимный ответ из интернета, я его просто вычитаю. На самом деле их много, я зачитаю, которые мне больше понравились. Будь, пожалуйста, поумнее, будь, пожалуйста. Прищемленная свое часовой успокой. Если сила твоя зависит от слабого, ты не герой. Подавлять себе лучшие качества, ты никого никогда не проси. Это детское все ребячество. Хочешь спасать, так спаси. Воспитай в себе храбрость, воспитай в себе силу. Ведь она никого помочь не просила. Не поможет подобная ложь и тебе. Без притворной слабостью сила лишь в твоей голове. То, что эта система как самоподдерживающаяся, это понятно. Но в последнее время появились такие сторонники традиционных ценностей. Я тоже назову, и, к сожалению, это выдевается в пропаганде на государственном уровне. Это традиционные ценности. И как по-вашему в данный момент чего больше? Именно вот этого и самоподдерживающаяся системы, или пропаганда сверху каких-то пропорций почему-то? Они поддерживают друг друга, одно другое. Потому что и пропаганда ложится, но уже готовую почву. И получается, и почва подготовлена для пропаганды. То есть вот так вот. Спасибо. Я вообще могу? Есть, да? Если учитывать, что история у нас развивается по спирали, значит, все, что было когда-то отвоевано, оно потом обратно откатывается и снова отвоевается. То есть вот после того, как у нас в 20 веке произошел такой большой манифест за права женщин, начиная с американских английских феминисток в начале 20 века и феминисток, которые все-таки подтолкнули права женщин раньше всех в СССР, то есть после 20 века у нас начинается откат обратно. Ну, то есть предположительно, я думаю, лет через 15 мы увидим снова расцвет за женские права. Ну, это мое такое авторское видение. Еще вопрос. Есть такая проблема, что в основном сами девушки поддерживают эту идею. И бороться какой-то маленькой кучкой очень сложно на том уровне, что большинство-то за это. Большинство тех, за кого и мы боремся. Вот именно поэтому мы распространяем знания, чтобы все задумались, решили, кому бы дыма на самом деле такая система. Подумали о себе, о своем счастье. Стоит ли себя ограничивать или, может быть, надо подумать о более серьезном развитии. Вот поэтому мы занимаемся просвещением, чтобы вот эти вот установки в битве с детства, чтобы они немножко пошатнулись. Ну, обычно такие собрания проходят именно те люди, которые изначально уже за те идеи, которые будут на этих собраниях. И очень тяжело на других. Это тяжело. Но мы еще в интернете работаем и в своем окружении работаем, то есть каждый отдельно со своими людьми. То есть вот так вот. Ну, больших таких успехов нет, чтобы мы могли митинг собрать 100 человек, 500. Но кое-что есть. Так что это постепенно пройдем к этому. То есть нам сейчас нужно, чтобы эта идея внеслась в массы, нужно подумать именно на эту концепцию, с которой можно пройти в эти массы. Ну, концепции уже есть, и даже несколько есть. То есть каждая выбирает себе, которая больше нравится системой. Есть несколько видов феминизма хотя бы. Есть несколько видов видения, как оно есть по отдельным вопросам. Каждая выбирает себе и каким-то образом изучает эту точку зрения и распространяет ее. Собственно, здесь организуют в основном радикальные феминистки. Вот такой взгляд. Но есть и другие. То есть для начинающих подходят либеральные феминизмы, например. Для совсем начинающих, которые ничего не знают. Да, то есть вот так. Работа идет, на самом деле, одновременно по всем направлениям. То есть не только мы, не только здесь. Но это большая работа. То есть против нас идет все искусство, в первую очередь, все воспитание, все мировоззрение людей. Но с другой стороны, у нас есть своя поддержка. Я бы здравый смысл у нас поддерживала. Я бы еще тоже хотела к этому вопросу добавить немного. Мне кажется, что не нужно так уж сильно как-то стремиться расширить число феминисток искусственно. Потому что, ну, понятно, что феминизм, он действительно не всем может быть приятен как-то. Ну, потому что люди часто уже встроены в эту систему. Им сложно поменять свое отношение к миру. Потому что новые взгляды, они требуют какого-то изменения жизни и отношений с людьми. Это сложно. А с другой стороны, если, наоборот, стремиться очень активно нести это в массы, популяризировать, то можно прийти к тому, что мы начнем искажать идеи ради популярности. Ну, то есть, например, ну, не знаю, какой-нибудь там феминистская форма тоже. Это тоже вот такое радикальное искажение идей просто ради популярности. Причем популярности в каких-то вот сомнительных кругах. Мне кажется, что это не тот путь, по которому стоит идти. Согласно. Ну, скажу, эти идеи изначально не знали, да. И такая попытка, насколько я знаю, уже была и привела на очень хорошее предстоитство. Но тем не менее, я начинаю как-то доносить эти идеи, чтобы хотя бы с ними была согласована, что ли, в обществе. У нас не отрицали, как класс вообще, а то, что принимали такими, как и Евгений. Ну, так, тут еще вопрос управится в том, что у нас же нет таких вот рычагов, там, что касается СМИ, что касается общественных каких-то серьезных движений. Потому что все равно у нас нет финансовой поддержки. Поэтому тоже вопрос упирается в эти проблемы. А богатых у них здесь еще существует? Вот хоть одна, значит, если бы женщина была состоятельной, как олигарш, она бы могла стальсировать, да, как-то? Я бы не сказала, чтобы женщина была такая богатая, ведь богатые женщины обычно от богатых мужчин. Богатые мужчины, она ему уже служит и является его женой, и все, и тем не менее, ну, тут никак. То есть он упирается. Я сейчас отвечу. Скажи на это. Скажу сейчас. Есть такое понятие, как стеклянный потолок. И если мы, допустим, посмотрим на список наших олигархов, мы поймем, что они практически, они все мужчины. В России точно все мужчины. Вот. За рубежом, может быть, там, две женщины будут. Если мы возьмем список, как бы, больших начальников, которые реально влияют на все дела, то это тоже, в основном, мужчины. Вот. И есть такая вещь. Женщина, когда делает карьеру, то она на каком-то моменте раз и останавливается. Почему? Потому что дальше назначают мужчин. Почему назначают мужчин? Потому что выше уже сидят мужчины, они назначают себе подобных. А женщины, они рассматривают именно как, вот, в отдельности нашей темы женственности, как именно покорных, которые исполнители, которые будут им помогать, как помощниц. Вот. Но не как самостоятельных начальниц. То есть, может быть, как-то внизу еще это можно, но вверх уже не пустят. Соответственно, все деньги у мужчин, все ресурсы у мужчин. И чтобы отвоевать ресурсы, нам еще надо постараться. То есть, есть более-менее богатая женщина, но не настолько богатая, как мужчина. То есть, даже разница там в разы. И это именно следствие того, что женщина считается вторым правильным. Можно еще что-то помнить насчет богатых женщин? Ну, самая, наверное, известная у нас в России богатая женщина, это Ирина Плохорова. Ну, может, не совсем она такая уже богатая, но родная сестра... Ирина Плохорова. Первый феминистский, по-моему, как бы. Да, первый феминистский. Ну, и во что это вылилось? Выступающие там были мужчины. Там шла речь о защите прав, транс-сичуалов. В общем, это то, о чем говорили, популярный. Ой, не будешь шла речь. Все равно мужик. Как плохо ждет мужчина в этом мире, в чем говорили. Я еще хочу, чтобы тоже запомнить насчет богатых женщин. Все-таки, ну, женщины совсем недавно стали себя чувствовать комфортно, делая карьеру, развивая свою бизнес. Последние, не знаю, лет 10 на этой операции появилось много именно женщин-бюдженалитов, которые обидно всем делом занимаются. Как правило, это работа адски сложная. И женщины, которые любят какие-то результаты, которые имеют деньги, просто не благодаря, а вопреки. И она может быть просто, она уже не задумывается, потому что есть какие-то социальные течения, потому что я в первую очередь думала, как покровить себя и своих детей. Ну, нам ничего не мешает сделать это самостоятельно, стать богатыми и финансировать. Так же хотел сказать, ну, по-первых, для всех женщин существует бизнес-вумен слова, а во-вторых, насчет внесения феминизма в массы, как минимум, в первую очередь, стоило бы рассказать каждому о своем термине феминизма, потому что многие считают, что это некоторые агрессивные группы людей, которые стремятся к какой-то анархии, неправильности, искоренению всех культурных ценностей, которые окружают обычных людей. Ну, это же совершенно не так, мы это знаем, потому что это первоочередно. Я хотел бы так добавить к поводу того, что в продвижении феминизма в массы довольно очевидно, что работать нужно только в основном через интернет с молодыми людьми, потому что, ну, я никому не хочу обидеть, но старую собаку, новым трюком не научишь. И большая часть любви, которые уже сформировались там до 30, они, своих взглядов, никогда не изменят, потому что они просто уже выросли на это. И все эти доводы, которые им прибыли, это не просто рассыпаться. Их психология, которая уже заблудирована, и она просто не воспримет новых идей. Конечно, не все такие люди, я не спорю, но большая часть новых идей не будет восприневана. Поэтому самому нужно работать с молодежью. Давайте знаете, как сделать? Давайте мужчины не будут себя выступать. Потом вас будет, как у Шохоровой, ну, как-нибудь. Вопросы можно, но выступать не надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...